В начале марта этого года популярный маркетплейс Вайлдбери снова стал центром крупного скандала. События разоснулись до таких масштабов, что пользователи заметили массовые объявления о продаже пунктов выдачи заказов по сниженной цене. Вскоре стали появляться сообщения о том, что некоторые пункты и вовсе прекратили свою работу. События были связаны с новыми правилами, которые не устроили сотрудников и индивидуальных предпринимателей, владеющих точками. Но это далеко не первый конфликт вокруг Вайлдбери за последний год. Поэтому возникает вполне резонный вопрос, что с этим маркетплейсом постоянно происходит, что с ним не так. Давайте разбираться. Сегодня в видео мы поговорим о новых правилах, которые спровоцировали забастовки, о том, как на это отреагировало руководство. Мы разберемся, из-за чего некоторые сотрудники стали увольняться, а предприниматели продавать пункты выдачи. А также поговорим с действующими сотрудниками пунктов выдачи и складов, которые объясняют нам разницу между старыми и новыми условиями, расскажут, как это повлияло на их заработную плату в худшую сторону. Мы пытаемся понять, помогли ли забастовки решить проблемы или же все останется как обычно. Есть ли смысл устраиваться туда на работу, какие условия туда ждут сейчас, как не попасть на штрафы, работая в данном маркетплейсе? Стоит ли открывать свой пункт выдачи? И как все эти проблемы повлияли на нас с вами, конечных потребителей? Давайте разбираться. Приятного просмотра. Последний год для Вадберис был не самым простым. Осенью 22 года компания вела правила на платные возвраты товаров. Клиентов это крайне не устроило. Рейтинги точек выдачи заказов посыпались вниз, а интернет заполонили негативные отзывы. Спустя время к этой истории подключился Роспотребнадзор с комментарием, что такие возвраты незаконны. Но, к сожалению, на данный момент запретить такие списания не получилось. С клиентов до сих пор могут потребовать выплаты даже с бракованные товары. В начале февраля этого года Marketplace создал еще один инфоповод – запрет продажи без никотиновых вейпов и курительных смесей. В первую очередь пострадали поставщики, которые продавали товар через ВБ. Из-за этого запрета им пришлось уходить с данной площадки. Далее втихую произошло еще одно нововведение. С 13 февраля этого года за фирменный пакет, который раньше были бесплатными, теперь списывают по 6-15 рублей. Данный шаг компания объяснила такой ценностью, как сохранение природы и экологии. А 3 марта случилось то, о чем знает практически каждый. Руководство заявило, что с этого дня будет удерживаться из заработной платы сотрудников пункта выдачи 100% стоимости вещей, которые возвращают покупатели по причине ошибки – подмена или брака без возможности оскорить дальнейший штраф. Как заявляет компания, они собрали статистику и выяснили, что за 98% возвратов ответственны именно точки выдачи заказов, а не поставщики или работники складов. Конечно, такое решение повлекло определенные последствия. В местных чатах как профсоюзов, так и обычных работников начались бурные обсуждения данной ситуации. Изначально система штрафа была более щадящая. Ответственность делилась между всеми работниками, причастными к ошибочному заказу. Можно сказать, именно поэтому такие решения невозможно было обжаловать, так как все строилось по принципу коллективной ответственности. Действовал принцип «если не косячишь ты, не будут и другие», поэтому такие условия не сильно пугали сотрудников. Но спустя пару дней после 3 марта жизнь работников резко изменилась. В рабочих и публичных чатах стали все чаще появляться скриншоты с уведомлениями о списаниях за бракованный или сданный товар. Волна недовольства стала нарастать, поскольку эти списания часто равнялись дневному заработку, а то и были выше него. Да, система работает таким образом, что на балансе работников в личном кабинете могут образоваться долги. Все чаще стали появляться ситуации, где сотрудники публикуют истории со скринами минусовых счетов. Причем сумма там достигает 100-150 тысяч рублей. Мне стало интересно узнать из первых уст об этой ситуации, поэтому я публикал в своем телеграм-канале объявление о том, что ищу действующих сотрудников ВБ. И они нашлись. Давайте для начала узнаем, что изменилось в их жизни после 3 марта и вступления новых правил. Последними изменениями условными, вот, к сожалению, сейчас намного меньше выходит. Это мы дальше перейдем к этому вопросу, потому что сейчас обстоят вопросы с браками, подменами и так далее. И все это вешается, все эти неназдачи вешаются на манжеров. У тебя, если в сутки там условно может выходить 7-8 тысяч, из которых ты там будешь получать 4-3 тысячи. Потому что эти браки, они убивают абсолютно всю твою работу. Нам ничего абсолютно не говорили. Ну, начальник у нас хороший мужик, так скажем. Первый месяц он сказал, что не будет снимать с нас. То есть он сам все платил. Но когда мы стали больше списывать, он сказал то, что в следующем месяце, то есть в апреле мы начнем уже списывать с вас деньги, к сожалению. Стало приезжать больше бракованного товара, намного больше. А до этого на утренней приемке у нас, например, могло быть всего лишь 2 бракованных товара. А сейчас у нас штук 15 приезжает в день. Сотрудники также отмечают, что бракованного товара стало приходить намного больше, из-за чего увеличилось количество штрафов. Даже если точка управляется не напрямую в Альберис, а частными предпринимателями с франшизой, избежать начисления штрафов все равно не получится. И обжаловать их тоже невозможно. Сотрудников явно не устроили такие правила и спустя несколько дней, когда у большинства из них были минусовые счета, они пошли на крайние меры. А именно организовали забастовки, в ходе которых просили руководство отменить нововведение. Около 50 владельцев точек вышли к офису в Альберис в Москве, чтобы привлечь внимание. Однако какой-то адекватной обратной связи добиться не удалось. Компания лишь заявила, что протестующих не более 0,1%, и все они не являются владельцами точек. А увеличение штрафов — это защита от сотрудников и покупателей, которые специально подменивают товары. Но на следующий день недовольных стало гораздо больше, особенно среди сотрудников и владельцев частных точек, на которых приходится треть от всего количества пунктов в Альберис. По сети стали расходиться фотографии и видео от покупателей, которые пришли с товаром, но открылись на табличку о временном закрытии. Пункты, которые управляются напрямую в ВБ, оставались открытыми, но сами сотрудники этих точек отказывались выдавать товар под предлогом забастовки. Поначалу представители ВБ сообщили о том, что любая информация о закрытиях не соответствует действительности, но нескольких дней хватило для того, чтобы заметить реальность проблемы. Стали появляться сообщения о том, что некоторые пункты все-таки закрываются. Связано это якобы с бастующими сотрудниками, которые отказываются выдавать товары. Из-за этого пункты временно закрыли, а товары стали разводить по работающим точкам. В сеть также утекла информация, что сотрудникам из закрытых пунктов деактивировали кнопку «Баланс», с помощью которой можно было бы вывести зарплату. По сути, эта кнопка и не сильно нужна в текущих условиях. Как казалось, сотрудники находятся в затруднительном положении, им довольно сложно покрыть свои долги, и вот почему. Все вещи, которые приходят на склад, соответственно, ну, когда ты приходишь на работу, ты их принимаешь. Какие-то браки, какие-то подмены. Ну, допустим, условная коробка с материнской платой, ты же не можешь ее вскрыть, а она полностью запечатана. То есть даже если она на скотч просто запечатана, ты не имеешь право раскрывать ее, и ты не знаешь, что внутри лежит. А вдруг там лежит абсолютно другая материнская плата, то есть не за 10 тысяч, а за 1 000 рублей. И ты этого абсолютно не видишь. И когда ты клиенту выдаешь этот товар, и он отказывается от этого товара, у тебя даже нет галочки, то есть ты не можешь пометить, что это там пришел не тот товар, абсолютно не можешь ничего сделать. То есть ты обратно отправляешь это на склад, на складе принимают, открывают эту коробку и смотрят, что там лежит абсолютно другая. Это то, что заявлено в инструкции. Долг вешается полностью целиком на себя. Ну, то есть для меня это что-то... Подобных историй довольно много, но все же точки, принадлежащие именно ВБ, пострадали чуть меньше. Потому что в частных точках долги, не выплаченные сотрудниками, стали вешать на индивидуальных предпринимателей. Такой расклад мало кого устраивал, поэтому большинство владельцев частных точек в франшизе начали приходить к конкурентам. Другие же оставляли долги на сотрудников, чтобы получать хоть какую-то прибыль. Осталось только ждать разруливания проблемы. Конечно, есть вариант, при котором работник может умышленно отказаться от выплат, но в таком случае работодатели могут создать немало проблем. По трудовому, если брать, то, соответственно, ты должен все это обсудить со своим работодателем, и если он тебе позволит уйти, ты уйдешь. Просто так тебя, соответственно, никто не будет отпускать с долгами. По ГПХ, соответственно, я могу расторгнуть договор, у нас есть даже такая кнопка в приложении, расторгнуть договор. Но этот долг, на который на тебе висел, он переходит к вышестоящему чину, который ответственен под твоему району, получается, под твоему округу. А этот человек уже, который вышестоящий, он может спокойно написать на тебя заявление, ну и кому это нужно, условно. Здесь же вскрывается еще один интересный момент. Сотрудники, работающие напрямую с ВБ, получают более высокую зарплату, так как накапливают ее за счет своего KPI – выдачи заказов. В частных точках сотрудников нередко нанимают на фиксированную зарплату с небольшими премиями, из-за чего регулировать свой доход, а теперь еще и покрытие штрафов, намного сложнее. Образовался замкнутый круг. Работников загнали в долги, а выплатить их становится проблематично. Таким образом, сотрудники соглашаются на переработки, чтобы покрыть свои новые штрафы. Ну, начиная с 17 марта, руководство Валберис приняло решение о пристановке действия данного правила. Они пообещали разобраться с приходящими штрафами и уже отменили несколько десятков тысяч из них. Теперь правила откатились до коллективной ответственности и снова касаются в том числе работников склада. Мне стало интересно узнать, как прямо сейчас проходит работа у сотрудников сортировочного центра и как система штрафов действует у них. Проходит такая информация, что, допустим, человек, у него есть минус, он подходит к старшему и начинает разбираться. Кто-то ему говорит, что у тебя минус за те вещи, ты, говорит, куда их делал. Говорит, никуда, говорит, раскладывал, все как обычно. И информация потом до нас доносится таким образом, ну, через группу WhatsApp, что типа на коробке на одной должна быть наклейка одна, которая не сканируется, допустим, потому что есть один вид QR-кодов, который отправляют на определенный адрес на ПВЗ, а есть коробка, которая, ой, наклейка, которая отправляет обратно коробку, то есть возврат называется. И то есть тебе нужно их заклеить обязательно, посмотреть везде, один ли QR-код, иначе из-за этого может быть минус. Об этом никто изначально не объясняет, об этом никто изначально не говорит. Вообще, как работать, что работать, и вот изначально тебя пнули, все, и ты дальше сам разбираешься. Как можно понять из комментариев, работа на складах тоже имеет свою специфику. Вас будут часто обыскивать, загонять в серьезные временные рамки, при этом практически не обучая. Отсюда и появляются ситуации, когда со склада приходит часть ошибочного товара, ведь порой новым сотрудникам попросту не объясняют принцип работы. В ТикТоке и других приложениях с короткими видео можно наткнуться на ролики, в которых мужчина или женщина в возрасте 35-50 лет рассказывают о плюсах данной работы. Приходишь на смену, пикаешь товар, и все проще простого. Это завлекает людей, особенно из регионов, особенно когда они видят, что за сортировку товара можно получать по 40-50 тысяч рублей в месяц. Но все не так просто. Всегда бы я бы сказал, что можно напикать 50 тысяч рублей в месяц. Возможно, конечно, да. Но в среднем выходит заработок от начинающего, допустим, новичка, который вообще первый раз. Это от 2-3 тысяч рублей, это минимум. Зависит все от того, как он будет пикать. Учитывая, что если ты заработаешь, допустим, определенно большую сумму, ну, не важно, какую сумму, ты просто заработаешь денег, рано или поздно у тебя придет минус. У тебя рано или поздно придет минус, как бы ты идеально не старался работать. Это где-то не примет ПВЗ, это где-то накосячит грузчик, это где-то кто-то не так закинет, это где-то что-то сломается. То есть 50 тысяч рублей иметь с того, что ты так стоишь и все просто, у тебя там на самом деле нет. Такие же подводные камни можно встретить и в пунктах выдачи, даже если мы решим проигнорировать последние события. Камильфо так работает, то есть в день мы получаем 2 тысячи, в месяц это 30 тысяч. Мы работаем 15 дней весь месяц. По факту, чуть ли не больше половины нашей зарплаты уходят на эти бракованные товары. Наш начальник из-за этой всей ситуации начал открывать больше пунктов Озона, чем Валберес. И, как я предполагаю, скорее всего он хотел, хочет закрыть пункты Валбереса. То есть зарплаты у них до 40 тысяч в Москве, но это копейки сущие абсолютно. Так же, если тебя по связям куда-то продвинутся на хороший пункт, это будет хорошо. И то есть человек не ощутит эти 25%. Просто другой вопрос, как он будет выходить из ситуации, как я сейчас. У меня недопонимание, то есть как мне выйти из этой ситуации из этих 100 тысяч долгов. Теперь, когда в ситуацию вмешались власти, возможно что-то изменится. Вопрос штрафов и недопонимания между руководством и сотрудниками подняли даже на уровне Госдумы, которые планируют создать новый закон для маркетплейсов под названием «Закон Бакальчук». Запастовки, возможные закрытия частных точек и массовое увольнение заставили ВБ откатить штрафы до 25%, но официального решения касательно этой проблемы все еще нет. Поэтому, как и в случае с платными возвратами, для клиента вполне вероятна ситуация, что тему со штрафами постараются сгладить на определенный срок. Поговорив с сотрудниками, я понял, что добиться выгодных условий для работы будет крайне сложной. Многим придется по образу смириться с правилами маркетплейса. А спорить штраф все еще невозможно, значит, если на балансе уже есть списание, его точно придется выплатить. Благодарю всех сотрудников за участие в сегодняшнем ролике, вы мне очень помогли. Все дополнительные материалы к видео, в том числе и более подробные фрагменты из интервью, вы найдете в моем телеграм-канале. Ссылка, как обычно, находится внизу в описании под видео. А с вами был Саня Харчевиков, ставьте лайки, подписывайтесь на мой ютуб-канал, также пишите интересные комментарии по поводу темы сегодняшнего видео. Что вы думаете по поводу ситуации с Валдберрис? Пострадали ли вы как-либо от этого, как потребитель или работник, или, ну, то бишь, сотрудник, или как индивидуальный предприниматель, инвестор? Или же вам эта ситуация показалась вполне справедливой и адекватной? Также не забудьте поделиться этим видео с своими друзьями. С вами был Саня Харчевиков, всем хорошего дня, хорошего вечера. Приятно было пообщаться. Всем пока. Распереживался немножко. Редактор субтитров А.Семкин